Вот здесь я мяско храню, но сейчас ничего нет. А вообще вот мой холодильник. Я как первобытный человек, бабушка Агафья Лыкова. Уличный мороз вместо холодильника, свечи вместо лампочек. Технический прогресс словно обошел стороной квартиру Натальи Афанасьевой. Условия здесь, мягко говоря, спартанские. Вот разве что огонь трением не добывают. Вот такого газового баллончика мне хватает на три дня. Я вот работаю на одни газовые баллончики и свечечки. А ведь три года назад здесь все было по-другому. Работали холодильник и плита, был свет. За электричество, уверяет Наталья, почти всегда платила вовремя. Однако в конце 2014 года возникли проблемы с деньгами. И на пять месяцев женщина задержала оплату за свет. В мае 2015 года ей отключают электроэнергию. Когда Наталья пошла разбираться, читая энергосбыт, выяснилось, что она задолжала компанию 35 тысяч рублей. Женщина уверена, ей неправильно насчитали такую сумму. Две лампочки не могли столько накрутить. Чтобы как-то помочь расквитаться с долгами, в компании предложили ей устроиться на работу курьером, а заодно подписать соглашение о реструктуризации задолженности. Вы, говорит, на нас работаете, мы, говорит, вам долг списываем. Я хожу, разношу квитанции, а Света-то нету. А Чеснокова мне говорит, да как вы 50%-то, говорит, отдайте 30 тысяч. Я говорю, как 50%? У меня 100% 36 тысяч. Нет, говорит, у вас теперь 50 тысяч. Уже, говорит, 58 тысяч. Долг вместе с пеней рос как на дрожжах. Свет так и не подключали, а за работу курьера платили копейки. Две тысячи рублей, которые заработала Наталья в Читай-энергосбыте, за полтора месяца она сразу отдала в счет покошения долга. Капля в море, но хоть что-то. Потеряв всякую надежду вернуть в квартиру электричество, женщина стала жаловаться в разные инстанции. Тогда, по словам Натальи, ее попросили расторгнуть договор. Только вот какой именно договор, она лишь потом поняла, когда подписала. Зрение подвело. Я думала, что я расторгаю договор вот этот вот, на то, что я на них на работу устроилась. Оказывается, я просила их, я когда с утра-то прочитала, что я подписала, что я прошу расторгнуть договор на поставку электроэнергии. Читай-энергосбыте, утверждают обратное. Афанасьева платила не ежемесячно, как она уверяет, а эпизодически, причем не по показанию счетчика, а как получится. Именно поэтому, объясняют специалисты, и накопилась такая сумма. Компания готова открыть новый лицевой счет, однако старый долг погасить все-таки придется. Для этого женщине предложили подписать новый договор о реструктуризации задолженности. Но Наталья стоит на своем. Она признается, шансы доказать свою правоту в этой неравной схватке ничтожно малы, но она готова бороться до конца. В ближайшее время намерена написать письмо президенту. А пока ей остается и дальше довольствоваться лишь солнечным светом. Хоть его-то, шутит женщина, компания Читай-энергосбыт не отключит.